Здравствуйте, дорогие садоводы! Сегодня в магазинах и на специализированных торговых площадках нашего города появилось множество видов и сортов различных гортензий. Давайте попробуем разобраться, какие из них лучше приобретать для выращивания на садовых участках. Начнем мы разговор с гортензией садовой. Иногда ее называют гортензией французской, потому что в Европу она впервые приехала в начале 20 века именно во Францию. Там же началась селекция этих растений. Довольно долго выращивали ее как комнатное растение. Даже во Франции пришедший из Японии вид был недостаточно зимостойкий. В 50-х годах 20 века наконец она появилась в садах Европы. Эти растения были достаточно устойчивы для южноевропейского климата. Иногда ее называют французской гортензией, потому что впервые в Европу привезли ее именно во Францию из Японии. Сначала она выращивалась как комнатное растение, потому что была недостаточно зимостойкой для открытого грунта даже юга Европы. В течение двух-трех десятков лет велась селекция на повышение морозостойкости и в 30-х годах прошлого века она широко появилась в садах и парках Франции и Италии. В реальности у садовой гортензии только два цвета. Это оттенки красного и белый. Голубой и фиолетовый цвета появляются при понижении кислотности почвы. В магазинах нашего города можно купить специальное удобрение или готовую земельную смесь, которая позволит вам сделать из белой гортензии голубую, а из красной фиолетовую. Теперь перейдем по довольно печальной части, которая касается агротехники этих растений. То, что хорошо для юга Европы, не слишком хорошо для Ленинградской области. До последнего момента все сорта садовой гортензии практически не зимовали у нас. Многие садоводы пытались выращивать их как розы с воздушным сухим укрытием, но успех, конечно, зависел от конкретной зимы. Иногда эти гортензии зимовали, иногда нет. К счастью, ситуация изменилась в последнее время. Пару лет назад в магазинах нашего города появилась гортензия в голубых горшках из коллекции «Бесконечное лето» Endless Summer. Это зимующая у нас садовая гортензия. Обратите внимание, что покупать садовую гортензию серии «Бесконечное лето» следует вот такой вот фирменной упаковке. Дело в том, что за каждое растение уплачивается роялти-селекционеру. И именно вот этот голубой горшок гарантирует вам то, что вы покупаете настоящую зимостойкую садовую гортензию. Несколько слов о выращивании гортензии группы «Бесконечное лето». Агротехника ее близка к классическим метельчатой и древовидной гортензии, которая давно уже выращивается на садовых участках Ленинградской области. У этой гортензии такая же поверхностная корневая система, поэтому глубокую яму копать не нужно. Достаточно ямы размером 30 на 30. Главное, надо помнить, что эта гортензия, так же, как и все остальные, очень любит плодородную почву. Несколько раз за сезон ее необходимо подкармливать органическими удобрениями или специализированными удобрениями для гортензии, которые продаются в цветочных магазинах. Прошлогодние побеги этой гортензии следует обрезать в апреле на три четверти их длины. Надо сказать, что при хорошем уходе гортензия серии «Бесконечное лето» будет свести у вас в саду несколько месяцев. Таким образом, дорогие садоводы, я хочу поздравить вас с тем, что наконец-то садовая гортензия пришла в наши северные сады.